Ты скажешь, хаос. Хаос, кристаллы и хаос. Да, и кристаллы там тоже есть, если ты не заметил. Кто-нибудь смотрел фильм «Нападение помидоров-убийц?» Там красные ублюдки катаются по городу, давят, убивают население. Все в ужасе, конечно же. И вот сцена там. Библиотека. Тихо. Люди читают книги. Один из посетителей библиотеки такой заговорческий. Тихонечко так. Помидор. И все в панике разбегаются. Чего-то такого же я ждал от Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. То есть вот когда вся эта тема с хаосом пошла, да, все начали угорать над тем, сколько раз он сказал «хочу убить хаос, найти хаос и вообще все, что угодно с ним сделать». Я думал, что будет какой-то такой постмодернизм, который выкручен на 100 практически, потому что нельзя. Мне специально сделать вот это. После того, как один из создателей в каком-то интервью сказал «мы, говорит, удивились такой реакцией», я понял, что они это не специально. Поэтому... В общем, не важно. Думал, что это будет какой-то заведомый трэшачок. Но почему-то для уж совсем пробитых фанатов в финалке. Вот скажите, кто из вас в первую Final Fantasy в принципе играл? Кто знает вообще, что там было? Мало кто. Даже фанаты, наверное, забили. Там с шестой все веселит, начинается, судя по всему. Но в целом эта игра, как бы ни было это смешно, дико хаотичная. От носков до сосков. В этом мире все просто. Есть условное, фэнтезийное, околосредневековое королевство. То есть справедливый король, нежная принцесса, классные кристаллы, лютая магия и грандиозные пророчества. Как раз об этом давайте и поговорим. Одно из них гласит, что воины света должны победить нависшую угрозу хаоса. И когда про кристаллы говорят, надо говорить, пора варить магию. Джесси. Джесси, да. Эти герои, которые должны спасти всех, почему-то похожи на кей-поп-группу. Одеты все не по погоде в шмотки известных брендов. Современные такие шмотки с ремешками, заклепками и модными висюльками. А главный у них Джек. Мордоворот-доминатор без тормозов. Он-то постоянно и рычит, что у него одно предназначение в жизни. Давить, пинать, шинковать и унижать хаос. Собственно, вот и все. Ищем хаос, убиваем хаос. Самая ржачная фраза была, от которой у меня просто истерика случилась. Где кристаллы, там и хаос. Я теперь буду всегда использовать, когда в JRPG-шной фигне выйдет про кристаллы. Потому что где кристаллы, там и хаос. Асто сказал, что у него будет кристаллы на поверхности тормоза. И где есть кристаллы, там и хаос. Давай. В первое время такой дебилизм знатно смешит. Джек попросту затыкает всем рот, когда очередной босс хочет выдать традиционную пафосную речь. Почему он, кто он и что там происходит, в принципе. Друзей тоже кроет, когда те пытаются что-то рассказать. Хватит мое время тратить, пойду убивать. Ну и вообще, что они понимают в жизни-то? Хаос есть и все тут. Мы его должны убить, а неча сиськи мять. Вот как-то так. При этом он жестоко расправляется со своими врагами и наслаждается этим. Разработчики будто бы стебутся над западными играми с их крутыми героями. Сами посудите, зовут его Джек. Самое простое западное имя, даром что не Джон. 117. Да. Любой Джон Марстон и еще какого-нибудь вспомни наверняка будут. Не похож на лощеных пупсиков протагонистов японских игр. Это в принципе очень странно. Он вообще не секси, по мнению японцев. Грубый, неотесанный, прямолинейный, ругается матом. Прям-таки любит делать всем больно. Не вспомню за последнее время никого похожего. Тогда как напарники нарочито положительные и веселенькие, как и принято. Контраст у нас очень очевиден. Только это не большая ролевая игра, а скорее экшен, чем РПГ. Поэтому структура простая. Диалоги зачастую есть в начале уровня и в конце. Между крайне редко, так что дичи в принципе очень мало в процентном соотношении. Да и вообще всего мало. Пара фраз и все, пошли дальше иметь хаос во все щели. То есть никакой высокохудожественной деконструкции, которую я ждал, не было. Просто вот такие отдельные куски, ржачные, которые в принципе большую часть уже все показали. Поэтому запойлерили нам все. По мере развития сюжета обороты безумия как-то улетучиваются. И повествование выходит на низкопробную ДжРПГшную предять. Которую не стоит в принципе вашего внимания. Небольшая ремарка. Если вы конечно же не фанат первой Final Fantasy неожиданно. И помните там что было и почему. По какой-то причине. Тут конечно может история раскроется в новом свете для вас. Но такое лучше посмотреть или даже прочитать. Потому что с бестолковыми персонажами и плохенькими роликами мириться трудно. Которые еще и плохо работают. На ПК лагают. Потому что там неоптимизировано. Миллионы полигонов на каких-то совершенно безобразных личик персонажей. И из-за этого тормозят именно только ролики. Причем в крупных планах зачастую, я так полагаю. То есть... Посмотрев на игру хоть разочек, можно ее принять за что-то с поколения PS3. Где почему-то слишком хорошие текстуры и некоторые модельки. Студия Team Ninja небольшой умельцы. Графон. Мы это все знаем, все видели. А все же Нио вполне удачно копировала соусы. Совместив их со своими же наработками по части Ninja Guide. В Stranger of Paradise они явно пошли по тому же пути. Так что надежда была как раз таки на геймплее, чем на хаос. Где же ты мой хаос? Он похоже был в головах создателей. Потому что уровни как раз из эпохи PS3 тоже. Знаешь, взяли вот лоток сосисок. Обычный. Такие длинные, ширненькие там, сардельки. Ну, набор разный. Которые случайным образом подкинули в воздух. И вот как упали, такой и будет уровень. Хоридоры, что ли? Позорные хоридоры, которых я уже давненько не видел. Хотя нет, каждая японская игра такая практически. Но при этом Нио была нормальная. Да, кстати, Нио по левел-дизайну была прям ближе к соусам даже. Да, она была ближе. И там какие-то продуманные, обширные уровни. Где не просто вот кишка ты лезешь. Не всегда, скажем так. Но были такие места, и здесь почему-то вот вернулись на 15 лет назад. Машину времени в очередной раз изобрели, да? Кстати, вспоминая кишки, это Код Вейн же тоже самое было, да? Там тоже была кишка сплошная. Меньше даже кишка там, понимаешь, да? Это скорее Final Fantasy XIII. И любая такая Final Fantasy до того, как там они придумали открытые миры. Обтянули это еще и позорным, сюривалистичным окружением из 2007-го. И так сойдет. И вот как так случилось, что они вдруг деградировали, я не знаю. Вопрос, конечно, на миллион йен. По объявлению они там, что ли, дизайнеров уровни набирали? Ну, то есть, очевидно, по объявлению, как еще найдешь этих людей? Ну, скорее всего, с улицы. Вот просто вот вышли, такой, слушай, ты хочешь быть дизайнером? Да, я хочу. А как, во что ты последний раз играл? Да, 20 лет назад во что-то, да. Ну, и просто это такая оляпистая фигатень, что я аж даже голосам порой своим не верил. Как они вольно обращаются с палитрой. Все сливается в одно непознаваемое полотно. А если помещение темное вдруг попадется, сложного освещения нет, никаких плавных переходов, то есть, либо черные, либо другие цвета. И в них градации. А в таких местах еще и драться нужно, конечно же. Просто, по-моему, мечта любого разработчика-новичка. Все огрехи можно спрятать за этой темнотой. Поэтому, наверное, много так делают хорроров от первого лица, да? Когда ты ничего не умеешь. Принцип здесь был примерно такой же, я полагаю. Давайте теперь обратим внимание на боевку. Многое перешло из НИО. Ну, то есть, изначально из сусликов, которые сосалики, которые сослайки. Есть сейфпоинты, они обновляют врагов на местности и ваши хилки. Поэтому аккуратно перемещаемся от одного до другого. Зато непосредственно в драках динамика ближе как раз-таки к НИО. В арсенале обычный удар, специальный удар, блок, отскок, супер-дупер прием, щит души. Два напарника, которые всегда рядом. Партия растет, а значит, можно их комбинировать. Имеется по одной кнопке активации этих напарников, если что. Ну, то есть, призыв к более активным действиям. Скорее, кнут, по сути, да? Такие, опа, работайте, ребятки. Навалились на хаос. Некоторое время они стараются, потом опять вялые. У вас и у врагов есть шкала выносливости и магии. Они неразрывно связаны. Душный щит, который душевой щит, который души-щит, в общем, щит душ. Так вот, это специальный прием, на который тратится как раз-таки выносливость. И ты такой выставляешь пузырик такой. Если враг в него попадет, то шкала магии не только пополнится, но и временно увеличится до момента вашей смерти. То есть, вообще станет больше. Класс. Механика могла бы интересно сработать. Могла бы, тут ключевая, как всегда. То же самое произойдет, если провести добивание, которое возможно только если отбил шкалу выносливости врагу, конечно же, до того, как кончится его шкала жизни. И еще щитом души можно перехватить фиолетовые атаки, зачастую стихийные, которые герой складывает в кармашек, и можно самим применить в ответ. То есть, он фаербол тебя бросил, ты такой, ой, мое. Несколько раз это можно всего лишь сделать, то есть такой расходуемый предмет. Неожиданно у тебя в ручке появился. Некоторые враги, нажравшись своего же лекарства, попросту могут лопнуть от переизбытка, видимо, себя в себе. К терапевту им бы записаться, если тошнит от себя, да? Это ненормально, мне кажется. Ну, любого от фаербола затошнит. Даже если ты сам фаербол, да? Шкала магии тоже штука нужная. Тратится почти на все хорошие комбинации и ульты. Система комбо довольно простая изначально. Жмякаем обычную атаку и или дергаем стик. Но в конце у тебя всегда будет специальный удар, который на правом триггере, и он считается как бы финишером. И вот этот финишер для каждой комбинации можно настроить свой и постоянно менять. То есть комбинация всегда будет чем-то заканчиваться новым и интересным, если ты это находишь, прокачиваешь и так далее, тому подобное. Гиперудары, ну там все понятно. Тоже выбираются, меняются и зависят от вашего настроения. Одним словом, гибко настраивается вот просто все. Даже класса у вас нет. Оружие определяет, чем и как вы будете бить. Это назвали профессией. И они тоже на лету меняются. Одной кнопочкой. По сути, практически как стойки в него были. Но только тут меняется даже оружие, да? И, соответственно, меняется все вот это вот. И комбинации, чем бьют и так далее, тому подобное. Только что вот орудовали мечом, а потом бац, и сейчас уже маг. И профессии там эти хахавка, которые еще и развиваются в продвинутые профессии разных направленностей. Раздолье такое, и тут меня и там настраиваю удар, эффекты, и шмот подбираю, как в Диабло. По любому направлению можно шмотки менять в мизерных процентиках. Настолько мизерных, что зачастую ты такой подрался, собрал шмот, сошел в меню, нажал кнопку, автоматический подбор, потому что самому влияние тебе процентики повысились, вышел из меню, дальше подрался, еще один бой, опять в меню. И вот на каждом шагу ты это делаешь. Потому что ты руками заколебаешься. Только так. Но менять приходится каждый раз, потому что ты процентики растешь, а как же еще-то? И думаешь, вот это все какая краса... Нет, хаос. Непонятно, как можно было просрать это все разом. Потому что меняешь, не меняешь, все равно сражения превращаются в однообразную муть. Такую же безобразную, как и уровни. И все потому, что враги просто не настолько изысканно себя ведут, чтобы от тебя что-то требовать. Вся модульность лишь для разнообразия. Все фишки лишь для разнообразия. На нормале достаточно набить нужный шмот, который определяет твой уровень. И может изредка на боссах так тон придумать. И то не всегда обязательно. Главное чуть активнее выворачиваться. Вот и все. Никакого гидгуд нет, потому что анимация эта не способствует в принципе. В Элдене они читаются. Здесь нет. Мувсеты колдовые. 80% времени, если не больше, использовать душный щит нельзя. Потому что он короткий, а атаки врагов закрывают спецэффекты. Проще прожимать комбинации и терпеть или перекатываться изредка. Но лучше выбрать тактику с минимальным риском. Мага, например, а большую часть времени за тебя все делают подручные. Они там дерутся, а ты как пью и пью, пью. И все умирают. Ну просто согласитесь, глупо терять на одном враге все хилки, просто потому, что ты не видишь его движений за моделькой своего же персонажа. Рядовая ситуация в игре. Три тигры я прошел на нормале и понял, что враги начинают повторяться. Угрозы не представляют. Меняются только их эффекты. Как в Диабло и цвета. Шмота столько сыплется, что говорю, автоподбор только так. Но потом очень скоро начинает нарастать отставание по уровням, которые требуются на локации. Даже если зачищаешь полностью сюжетную локацию, ничего не пропуская. То есть, что надо делать? Дополнительные задания. Но если здесь основные плохие, то что в дополнительных? Я не решился проверять, поэтому после третьей тыкнул просто кэжуал режим изи и пьюм, посмотреть, что там с халом. Не, ну потому что там просто будет Грин Гриндович Гриндовский в темных пещерах с неприятными мужиками. С другой стороны, с приятными тоже не хотелось бы там оказаться. А я к чему это все сражаться неинтересно, да? И единственное, что, ну, боссы иногда, конечно же, большие, прикольные, но в итоге даже они не развлекают, потому что все те же самые мувсеты, которые неприятные, дерганные, не такие плавные, и чтобы ты легко мог находить способ от них уворачиваться. Заканчивается все стандартным GRPG-шным. Страдай, хилки жри и находи бафы-дебафы, чтобы какого-то специального босса убить, потому что он не умирает сразу. Если вы играли хоть в одну и проходили до конца, вы знаете, что под конец обычно так и бывает. Сначала 30 часов гринда, одинаково совершенно, а потом боссу, у которого приходится что-то придумать. На легком режиме я, значит, просвистел по всем этим отвратным локациям, хреновым лабиринтом и мимо повторяющихся врагов, посмотрел сюжет и вообще я это все зря затеял. Ну, завершилось все очевидно, трэша мало, хаос не убили, сюжет шаблонный, финал разочаровывающий. Даже смотреть на ютубе я бы не рекомендовал. Square Enix опять не понимают, что делают. Или понимают, а это был хреновый способ нажиться на отбитых фанатах. Team Ninja просто выставили минимальный прайс за свои услуги, поэтому сканает. Продукт такой по лицензии, как в свое время игры делали по фильму, мультфильму, когда они были плохие, просто чтобы реально нажиться. Лишь бы что выпустить, просто название популярное. Убожество паршивое, хаос его дери. Это не последняя фантазия, это никакой фантазии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова